У каждого из глав вот этих девяти республик оставшийся такой договор был. Ну а проект союзно-суверенных государств был похоронен. И Ельцин и его команда, собственно, стали перед... Поскольку Горбачев уже был дискредитирован, то есть он вернулся из Фороса уже, ну, фактически, как гражданское лицо, стал вопрос о том, что какое государство будет строиться далее. И в декабре 91-го года были подписаны знаменитые Беловежские соглашения, которые до сих пор вызывают споры в их легитимности, в их правомерности. Но так или иначе, факт есть факт. Три главы славянских республик, Белоруссии, Украины и России, подписали соглашение о создании союза и содружества независимых государств.